как считают ретиколоциты можно считать их вот ручным методом собственно как я сейчас и показываю можно могут это делать и анализаторы конечно вот такой краситель можно просто суправитальная краска так называемая капается синька водная спиртовую нельзя она сразу испортит ретиколоциты и считаются ретиколоциты как они выглядят я сейчас покажу да ну вот этим вот этим реактивом смешивается в равных количествах с кровью стоит полчаса в термостате и потом делаются маски маски которые будут выглядеть вот так потом делается обычная формула нам уже с окрашенными эритроцитами и так это выглядит потом значит здесь в центре не надо путать лейкоцитами лейкоциты тоже синька красит вот это лейкоцит сейчас мы посмотрим какой а вот это уже ретиколоцит и вот рядом можно стрелка на ретиколоците а слева это лейкоцит и вот эти ретиколоциты таким образом выглядят с сеточкой вот ретиколоцит в центре вот еще это лейкоцит а вот это уже ретиколоцит ориентироваться нужно по размеру ретиколоциты будут размером с эритроцитой есть опасность конечно с маленькими лимфоцитами ретиколоциты то есть тут уж и нужно чтобы сначала кто-то помог подсказал вот это все ретиколоциты вот как правило ретиколоциты повышаться при гемолитических анемия ретиколоцит ретикулоциты. Раз, два, три. Считается на тысячу эритроцитов все ретикулоциты, которые попадутся. И поэтому выражаются не в процентах, а в промилях. И вот целая толпа ретикулоцитов. Продолжение следует...